Юбилейный сезон Тюменская филармония начинает по-настоящему празднично. Публику встречает красная ковровая дорожка, и это еще далеко не все сюрпризы. Зрителю, который заходит в филармонию ровно в 18.23, вручают особенный подарок. Это первое приглашение на юбилей филармонии, который состоится в ноябре. С удовольствием хожу. Ну, насчет подарка, конечно, я в шоке. Неожиданно очень. На открытии филармонического сезона был аншлаг. Нина пыталась перекупить билет у зрителей за 10 тысяч рублей. В этот вечер в составе детского хора выступал ее сын. Однако желающих продать даже за такую цену не нашлось. Но чудеса случаются, и руководство учреждения все-таки нашло для нее и мужа два свободных места. Большое спасибо организаторам, потому что это просто... Я не могу поверить. Я не могу поверить. Мы ехали, боялись даже надеяться на то, что будут свободные билеты, учитывая этот ажиотаж. Свой девятый сезон в этот вечер открывал и Тюменский филармонический оркестр. Перед стартом культурного года коллектив успел разогреться на гастролях. Мы были в Оренбурге, затем в Салавате, в Уфе и в заключении Саргуте. Прошли гастроли замечательно. И концерт в Тюмени был по-настоящему мощным. В первом отделении звучала русская классика. Эти произведения в прошлом сезоне вызвали наибольший отклик у слушателей. А во втором отделении публику ждал сюрприз. Премьера кантаты Орфа Кармина Бурана. Вместе с Тюменским филармоническим оркестром выступили хоровая капелла, детский хор и известные оперные солисты. А в зале ожили картины с помощью видеомэппинга. Публика была изумлена. И в этом сезоне будет еще много сюрпризов. Например, впервые в Тюмени поставят полноценную оперу Евгений Онегин. Это будет очень необычная постановка. Просто запишите дату 29 марта. Помимо этого мы делаем коллаборацию с замечательными джазовыми музыкантами. У нас будет настоящее шоу на сцене 8 марта. Танцы со звездами. Также ожидают небольшие изменения и внутри филармонии, физические изменения. Какие, не буду говорить, пусть сохранится интрига. Потому что мы всегда ждем наших слушателей, зрителей в стенах филармонии. А первый фестиваль в новом сезоне начнется уже совсем скоро. С 1 октября публику ждет Алябьевская осень. Дарья Власова, Вячеслав Синельников, Тюменская служба новостей.